По сути, в сопле солевой ракеты происходит нечто вроде растянутого во времени ядерного взрыва, и таким образом она представляет собой своего рода компромисс между взрыволетом и ракетой с твердым реактором. Так, согласно расчетам, она должна обладать удельным импульсом в 60 тысяч метров в секунду и тягой порядка 15 миллионов ньютонов при массе двигателя в 33 тонны. Это означает, что ракета с таким двигателем даже при значительной массе полезного груза будет способна развивать ускорение в десятки метров в секунду за секунду, что позволяет ей даже совершать посадку на поверхность планет или взлетать с них, если, конечно, вас не смущает перспектива основательно загадить место взлета или посадки радиации. Как бы там ни было, солевая ракета может практически все то же самое, что могут химические ракеты, но при этом требует в несколько десятков раз меньше топлива и способна разгоняться до значительно больших скоростей. К сожалению, у данного проекта тоже имеется ряд недостатков, достаточно серьезных для того, чтобы усомниться, что он будет реализован в ближайшем будущем. Ну или будет реализован когда-либо. Вообще. Во-первых, при такой схеме организации ядерной реакции, значительная часть ядерного топлива не будет успевать прореагировать и будет рассеиваться в космическом пространстве. Это не то чтобы очень страшно в плане лишнего расхода массы, он будет не очень большим, однако обогащенный уран тоже не самая дешевая субстанция и просто так разбрасываться ним будет несколько затратно. Отсюда следует и вторая проблема, о которой я уже вскользь упомянул выше. Солевая ракета, по сути, будет представлять собой маленький летающий Чернобыль. Сам по себе радиоактивный выхлоп в открытом космосе особой проблемы не представляет. В вакууме он быстро рассеется, по сути, без следа. Большую угрозу представляет мощный нейтронный поток, исходящий из зоны, в которой идет ядерная реакция. Он будет, конечно, не таким интенсивным, как в случае взрыволета Орион, но все же будет представлять собой достаточно серьезную проблему, с которой предстоит бороться. Может выйти так, что масса экранов, предназначенных для защиты экипажа от радиации, окажется слишком значительной для того, чтобы солевая ракета могла стать эффективным транспортным средством. Кроме того, от нейтронной радиации никак не удастся защитить сопла ракеты и непосредственно прилегающие к нему части корпуса. После полета эти части сами станут изрядно радиоактивными, что будет представлять определенные сложности при их обслуживании. По сути, эти операции будут требовать тех же мер предосторожности, что и работа в активной зоне ядерного реактора. Вообще, сопло является самым уязвимым местом проекта, ведь этому устройству предстоит удерживать и направлять в нужную сторону колоссальную мощь по сути небольшого ядерного взрыва. Соплу придется выдерживать огромные механические и тепловые нагрузки. К тому же нейтронный поток не только вызывает наведенную радиацию, но и ухудшает конструктивные свойства материалов, через которые проходит. Теоретически можно было бы попытаться применить магнитную ловушку того или иного типа, которая могла бы предотвратить непосредственный контакт плазмы с материалом сопла. Но здесь мы можем столкнуться с той же проблемой, что и разработчики газофазных ядерных двигателей. Магниты, способные удержать под контролем ядерное пламя, могут оказаться слишком мощными, а скорее слишком тяжелыми для космической ракеты. Кроме того, магнитное поле все равно не будет воздействовать на не имеющие электрического заряда нейтроны, так что полностью проблему оно в любом варианте не решит. Можно попробовать организовать принудительное охлаждение сопла, например, в оригинальном проекте внутрь сопла планировали впрыскивать воду, которая создала бы своего рода защитный экран между активной зоной и стенками сопла. Однако это вряд ли будет уж очень эффективной мерой. Слишком много тепла этой воде придется на себя принимать. Вероятно, именно поэтому за 30 лет, прошедших с момента первых публикаций по данному проекту, его ни разу не рассматривали всерьез и не пытались реализовать на практике. По крайней мере, никаких упоминаний об этом в литературе я не нашел. Между тем, подавляющее большинство проблем, связанных с работой ядерных ракетных двигателей, благополучно решаются, если вместо реакции ядерного распада использовать реакцию синтеза, построив не ядерный, а термоядерный ракетный двигатель. Субтитры создавал DimaTorzok